Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. Я, ребят, когда прочитала название, прочитала его неправильно. Дай бог им обоим здоровья, но я прочитала обед в похоронных условиях. Это я пересмотрела, наверное, пиратов. Честное слово. Короче, у нас с вами обзор на день после дня рождения. Значит, Уралочка говорит, я себя пока не показываю. Ещё не чёсаная, не крашеная, не умытая, походу. Но уже выползла, а сафар весь в работе. Да, и уже время пришло поносить пчелу мою сафару. И это, слушайте, выговор Васильку. Да что же это такое? Почему сафару не пришлют ничего одеть? А то какие-то только шторы, да, всё какие-то труселя с кружевами. Пришлите мужчине нормальный лапсердак. Честное слово, чтобы это он носил бабскую кофтёнку. А я ещё представила, как Оля говорит, подняхонько, краснехонько. И ароматы от этой кофты. Ребят, я вот не знаю, а он такой счастливый, такой счастливый. Так прям её прижал, эту кофту, коктюрочку к себе. Прям, ой, видать, так нравится, так нравится. Не надо прям и одеколона тройного. Значит, дальше нам показали, ребят, бочку. И меня, слушайте, аж всё внутри перевернулось. Чуть не вырвало, глядя на эту бочку. А она ещё, оказывается, переполнилась, да. И потекло всё это в огород. Представляете, какая вонь? Ужас. Короче, это жесть. Ну, а дальше, да, Оля показала нам всё грязное, всю грязищу. Говорит, лужи, говорит, посмотрите, лужи. Прям дождище, прям для дождища. Аж несколько раз повторила. Ну, правильно, Оленька, повторяй, повторяй. Своим подписчикам тебе прям можно даже по десяти раз повторять одну и ту же фразу, чтобы дошло. Ну, а потом она таки показала себя. Да, как домовёнок Кузя, вся растрёпанная, действительно не чёсанная. Ну, а ещё, да, перебор пивасика просто налицо. Да, вся опухшая, вся ещё больше отёкшая. Оль, ну не надо злоупотреблять пиво из трубочки, ну не надо. Во-первых, как это смотрится, когда у тебя непьющий муж рядом, и ты с огромным бокалом пива из трубочкой. А потом на закусь ещё и вишенка на торте. Ну, как-то это негоже. И ещё при всём этом нет туалета. А если там и есть, где-то уж больно далеко. Я-то думаю, чё бочка у вас-то через верх пошла. Ну, честное слово. Говорит, сейчас пойдём чё-нибудь приготовим. Пироги, да, пироги приготовим. Говорит, у нас там есть ещё и окрошка, чё-то у нас там ещё чё-то есть. Хорошо, хоть про шашлыки, да, не вспомнила. Но больше, к сожалению, не вспомнила, что ещё у них там есть. Но чё-то надо приготовить, да. Чё-то надо приготовить. Потому что чё да как, когда есть нечего. И, значит, снимает Сафара, который бегает там по огороду с этой шлангой, как Оля говорит. И знаете, кого он мне, ребят, напомнил? Он мне напомнил Папандопола из свадьбы, из кинофильма «Свадьба в Малиновке». Помните, тоже такой же. Так и этот, шортики, лапсердачок от пчёлки Майи, потнёхонький. Прямо в ажуре. Красота так и блещет. Но главное, слушайте, Оля сказала, не чёсаная. Надо ж привести себя в порядок, да. То бишь на даче, да, где такие лужи кругом. Надо подкраситься, да, подкрасить глазки, губки. И, Оль, ну зачем? Ты хоть космы свои поричеши. Да хоть, ну, одежду-то свежую одень. Говорит, значит, в воду поставила, посуду говорит, сейчас буду мыть. Получается, раннее утро. Это что, она не моет посуду, да? Получается, весь день у неё собирается посуда, а потом она только её с утра моет? Ах, точно, ребят, там не до посуды было. Там же, да, было пиво с трубочки, вишенка на торте и было не до посуды. Точняк. Чё-то я уже тут, слушайте, аж призабыла. Ну и дальше кадры уже готовки. Стрепни, ребят. И я в шоке. Но она когда-нибудь поменяет этот халат. Да что ж ты будешь делать? Мне уже, слушайте, хочется кричать в голос. Кричишь, кричишь. Походу я уже связки сорву, пока Уралка поменяет халат. Уже ж постирала, ты ж уже там вешала на верёвке. Что там у тебя висело? Переодень, дырявые, недырявые, хоть не вонючие. Как так можно в баню ходить и грязный халат на себя напяливать? Да ладно бы, ребят, была худышка, да, 50 килограмм. И то, и то, ребят, дача. Ну, по-любому, по-любому вспотеешь. И невозможно, невозможно, ну, я вообще не знаю, как даже больше двух дней ходить на даче худышке в одном халате. Не говоря о том, что полный человек, который постоянно твердит, потнёхонько, краснёхонько, там подеет от халат, да. Если снять с неё, поставить, он стоять уже будет от пота. И тут, ребят, что я слышу? Представляете, про умывальник они таки услышали, что умывальник таки можно на даче приспособить, придумать, да. А до этого не знали. А зачем было знать? Универсальная бочка. Всё там, всё там. И умываемся, и подмываемся, и посуду моем. Всё в одной и той же бочке. Ой, а дальше, ребят, что я слышу? Они оба в отпуске. Сто лет не были в отпуске, и они оба в отпуске. А интересно, а где ж они так работали и трудились, что по срочняку в отпуск пошли? Ребят, вот как, вот напрягает такое враньё, брехня. И главное, говорит она это, как будто сама в это верит. Ну ладно, предположим, да, отпуск, да, от шитья. Слушайте, ну у неё чё, вся ревда стоит в очереди на шитьё, а? Что прям у неё отбоя нет от клиентов, что прям надо отпуск брать, а то всё, просто конец, да. А где, интересно, сафарёныш работает, раз у него тоже отпуск? А ну-ка, Олюшка, признавайся, где работает сафар? Или у него ещё один такой проект есть, как ты, а? Может, он ещё где-то точно так же трудится, а ты секретничаешь, м? Ребят, и вы слышали выраженье Уралочки? Намахнула, да? Намахнула, это, то бишь, опрокинула рюмку. Видать, неплохо, неплохо на днюхе намахалась пиваса с трубочки. Ну и опять пироги, да, опять пироги, говорит, тесто поставила, чтоб подошло. Да, сафар говорит, как же оно подойдёт, как оно подойдёт к столу. Ай да молодца, ай да молодца. Вот, знаете, кажется, как прикол, но мне иногда кажется, что он задумывается, да, что действительно, как же тесто подойдёт к столу. И, на самом деле, для него похоже, что это абсолютно не прикол. А Уралка ржёт, да, ей весело. Ну и опять, да, хомяки хвалят, говорит, трудяги, работяги опять перетрудились. Целый день протоптались, проготовили, да, главное, позаботились о желудках. Хоть, говорит, полным-полно там у них ещё еды, но мало-мало. И, наконец-то, опять она вспомнила про фартук, потому что может угваздать всю стену. И опять эту проблему повесила на сафарчика, который бегает в город загружать видос. И, ребятки, если честно, я не понимаю, что за название такое глупое в походных условиях обед. Это в каких походных условиях? У них что, на костре или как? Электричество есть, холодильник есть, плитка есть. Воду принесли. Это какие такие походные условия? Нет, ну это, да, простительно. Так могут назвать только или Оля видео, или сафар. А хомяки уже аплодируют просто-напросто стоя. И слышали вы рецепт новый от Уралочки? Макаронина, картофелина, что там, всё, что осталось, да, всё яйцом залила и облизнулась. Вот так вот ей до лампочки что есть, ребят. Вот я сделала вывод, что ей абсолютно безразлично, чем набивать желудок. Поэтому вот она и готовит, да, обычно где-то смотрит, да, рецепт, слышала звон, не знаю где, да. И, значит, добавляет туда уже на своё усмотрение чё угодно, добавляет к рецепту. Ну, потому что ей по барабану, наверное, вкус. Ей, наверное, чтобы количество было больше, чтобы было побольше, пожирнее. А как оно там вкусно, невкусно, по-моему, ей без разницы. И опять, говорит Сафар, причитает, есть охота, есть охота. А Оля опять терпи, терпи. Да что ж ты за хозяйка такая, что у тебя муж, получается, только ужинает. Носится, как папандопола в твоём этом лапсердачке майском. И ещё ты не кормишь его. Ходишь такая вся растрёпанная, лужином снимаешь. Пусть тряпать. Но это, ребят, просто, знаете, вот нам якобы такой, да, намёк, что целый день сидели голодные и ничего не ели, и сейчас только будут есть. Я вас умоляю, мы уже видели, когда она только утром глаза открывает, ещё не умывшись, уже кричит, что готовить будем. Хотя, хотя, кто его знает. Получается, что с великого бодуна, то, возможно, и не особо ей есть хочется. Хотя, кто как переносит, не знаю. И приняли, значит, готовить пирог. Принялась Оля. И печалька, печалька, да. Очень маленький противень, да. Мало-мало пирога будет им на двоих. И стали уже задумываться, не сделать ли сразу два. Картошки-то напилюкала вон какую месяще. Ребят, вот я в шоке. Неужели им этого противня, да, на двоих мало? Я не знаю, три дня бы ели этот пирог. Вот, ну, чисто, да, пусть даже с чаем где-то. Такое чувство, что вместо хлеба с первым, со вторым, и просто так, и с молоком, и с чаем. Я не знаю, какие им нужны порции, чтобы уже наесться. Говорит, есть и суп, есть и окрошка. Но раз такая погода, то, значит, надо готовить и есть. Чем же ещё заниматься? Ну, а Оле, мне кажется, без разницы, какая погода. Солнышко, не солнышко. Всё равно либо качелька, либо стрепня. И, говорит, сафару надо, чтобы что-то было, да, к чаю. Ну, мы тоже с вами видели, как Оля хотела попить просто чай-ок, а всё-таки ухватила пирожок. Так, я, ребят, каждый раз вот замечаю, с каким она удовольствием готовит. Она прям вот, я не знаю, пока готовит, уже глазами всё это ест. Наверное, если бы у неё самой не было столько аппетита, и она так не хотела это всё слопать, вряд ли, я думаю, она бы всё это готовила сафару. Ну, почему-то мне так кажется. Из-за того, что ей самой ой как хочется, поэтому она всё это истряпает. Да ладно бы по рецептам, хоть нормальным. А то, получается, куролесит неведомо что. Только поганит рецепты. Ну, а потом нам показали порции, и Оля засветила свою. Ну, конечно, говорит, может, скажут, что громадно. Да ещё как громадно! Мне даже показалось, что больше, чем у сафара. Говорит, ну, ничего, как едим, так едим. Поэтому, милочка, не говори никогда, что ты кушаешь мало. Ещё как много! Мы же видим, зачем отмазываться, зачем обманывать, ездить по ушам своим зрителям, да, про отпуск рассказывать, и про такие малюсенькие порции. Мы всё видим, всё видим в твоих видеороликах. И, ребят, оконцовка видео – это что-то с чем-то. Наверное, Оля растаяла после этого момента. Я представляю, сколько счастья в ней. Походу, таких моментов не бывает. Наверное, только после моих обзоров ей так вот везёт. И приходится сафару доказывать хоть на камеру свою любовь. В общем, ребят, я буду заканчивать. И, как всегда, жду ваших комментариев, жду вашего мнения, потому что, ну, как ни крути, наши комментарии самые крутые. И вот попробуйте, скажите нет. Ну, а я желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока-пока.